Здравствуйте! Рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале Enotpastrigun. Сегодня у нас обзор сравнения. На сравнении у нас целых три машинки. Вроде бы разных, но с другой стороны вроде бы одинаковых. Это у нас машинки Wall KM10, Wall KM Cordless и Wall Mentor. Позиционируются они немножко по-разному. KM10 и KM Cordless, вообще вся линейка KM, это грумерские машинки, то есть машинки для стрижки животных. А Wall Mentor это относительно новая машинка, мы про нее недавно делали обзор. Она предназначена для барберов. Но если зайти к нам на сайт, перейти в раздел все машинки и потыкать на кнопочки сравнения у KM Cordless, у KM10 и у Mentor, потом зайти в список сравнения и сравнить их характеристики, то выяснится, что похожего у этих машинок больше, чем различий. У них одинаковые обороты двигателя, схожая очень мощность. У этих двух машинок одинаковый вес, но эта машинка, само собой, немного тяжелее за счет того, что у нее внутри, кроме мотора и платы управления, еще и аккумулятор воткнули. Ну и давайте мы с вами раскроем, что же внутри у них стоит и насколько у них внутренности отличаются, есть ли вообще какое-то различие. Для этого мы возьмем мою любимую отверточку, ну и, собственно, все их раскрутим. Итак, вот мы раскрутили наши три машинки, и что же мы здесь видим? Мы видим здесь абсолютно идентичную картину. Во всех трех случаях у нас используются одинаковые абсолютно моторы. Отличие в маркировке у них разве что только в номере партии мотора. Ну, здесь моторчик неудачно расположен, развернуть не видно, но я его откручивал, разворачивал. Маркировка там аналогичная. Отличие только в номере партии. Во всех случаях у нас используется управляющая плата МОЗР. Единственное, здесь она немножко отличается за счет того, что питание идет не от источника постоянного тока, 12 вольта идет, питание от аккумуляторных батареек. Во всем остальном они аналогичны. Одинаковый мотор, одинаковая начинка, все абсолютно одинаково. В чем же разница и что дает нам это знание? Во-первых, это знание нам дает уверенность в том, что КМ Кордлис не будет слабее, чем КМ-10. Соответственно, если вы переживали, что вам хочется как грумеру иметь инструмент, который не привязан проводом, но вы не доверяли беспроводным машинкам, то КМ Кордлис это ваш вариант абсолютно. Его мощности ровно столько же, сколько в мощности КМ-10, про который я еще ни разу не слышал, что кому-то его не хватило для стрижки домашних животных, кошек, собак любого размера. Ни разу я не слышал, что он слишком слабенький. Дальше. Следующее сравнение – это сравнение машинок КМ-10 и машинки Ментор. Поскольку эти машинки одинаковые, начинка у них абсолютно одинаковая, мощность абсолютно одинаковая, цена у всех трех машинок одинаковая, а вот комплектация у них немножко разная. Здесь в комплекте один нож, а здесь в комплекте у нас целых четыре ножа, то на месте грумера я бы задумался, что ему выгоднее купить либо машинку с одним ножом за определенную сумму, либо точно такую же машинку, но в другом цвете с четырьмя ножами. Да, ножи здесь немножко разные. К машинкам грумерской серии Уолл у нас дает ножи серии Ультимейт. Внешне они отличаются черным цветом. В комплекте идет нож номер 10 на 1,8 мм. Считается, что вот это покрытие – это символ более крутого качества. А с барберскими машинками Уолл Ментер идет обычный нож стандарта А5 серии Компетишн, то есть это считается более простая серия, но их идет четыре. Даже если предположить, что черный вдруг каким-то чудом прослужит вам в два раза дольше, но здесь их четыре этих ножа с разными размерами, что вам, несомненно, пригодится в работе. Кроме того, второй плюс этой машинки это длина ее кабеля. Стандартный кабель КМ это 3 метра, даже меньше намерили 2,9 метра. Здесь 4,2 метра. Для работы грумера, для работы с крупными животными это очень круто. То есть 4,2 метра можно черного терьера бежать вокруг и не запутаться. Поэтому заходите на наш сайт, сравнивайте машинки, выбирайте, какая же вам все-таки интереснее и возможно стоит для работы с животными взять совсем не такую вот красивую синюю машинку, а чуть менее красивую черную, но у которой будет гораздо интереснее комплектация. А также не забывайте, что есть еще беспроводной вариант, который абсолютно не уступает по мощности. На этом, пожалуй, все. Если будут вопросы, задавайте их под этим видео. Также под этим видео есть ссылка на все 3 машинки, где их купить и где подробнее почитать их характеристики. Ну и не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте и группа в Инстаграме. Можете писать туда же. И также можете писать на WhatsApp. Все контакты у нас есть на сайте. На этом все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok